всем привет с вами магазин sky beat и я алекс ксено мы прошли с вами долгий путь и знаем уже много приемов и умеем пользоваться нашим глюкофоном но нет предела совершенству сегодня мы поговорим с вами про интервалы и про гармонии для наглядного объяснения мне потребуются клавиши немного музыкальной теории не разбегайтесь это будет быстро есть благозвучные и неблагозвучные интервалы благозвучными и неблагозвучными они названы по чьему-то мнению и те и другие используются в музыке для того чтобы сыграть гармоничный аккорд или благозвучный аккорд например от ноты до вот здесь у нас мы берем либо отстоящую от нее третью либо пятую клавишку если мы опять-таки рассматриваем да то это будет нота ми или нота соль сыграв то с этими нотами мы получим приятный звук если мы попробуем сыграть близко стоящие друг другу ноты например ми и фа то мы получим так называемый диссонанс этот прием игры диссонанс можно услышать джазе либо в каких-то импровизационных композициях они служат для создания определенного настроения тревожного напряженного может быть печального не пугайтесь их и не старайтесь их избегать будьте открыты и идите навстречу своему творчеству теперь когда вы знаете про интервалы вы можете найти их на своем инструменте и использовать в игре в импровизации ведь по сути импровизация это передача вашего внутреннего состояния слушателю зная как у вас отражается этот интервал внутри вы сможете используя их передавать свое настроение в импровизации для того чтобы подобрать вашу любимую мелодию из кинофильма мультфильма или популярной композиции вам достаточно найти ноты в интернете либо аккорды и сыграть их на вашем инструменте если подходящих нот нету на вашем инструменте у вас есть два пути первый играть интервалы потому что в музыке важны именно интервалы и все композиции строятся исходя от них не обязательно играть именно эти две ноты можно сыграть выше и ноты или ниже но с тем же интервалом про второй способ мы поговорим в дальнейших выпусках до скорой встречи готовы в этом мальчике в этом мальчике покаженно в этом мальчике в этом мальчике это execution